Это состояние очень вызывается большую энергию, большим напряжением, особенно боль в позвоночнике идёт, и слух о потере при этих опытах, потере зрения, резкая потеря даже в другой раз. Кто-то из учёных видит, что передвигается предмет, а я даже не вижу этого. Вот настолько сильные изменения в организме происходят. Я не могу вам никакой природы объяснить. Природы явлений должны объяснять учёные, но не я. До сих пор окончательной ясности в механизме телекинеза, такого объяснения, основанного на процессах физических, до сих пор, в собственности, ещё не сделано. Хотя открыто удивительное явление, которое происходит во время этого опыта. Было открыто образование щелчков. Эти щелчки просто были слышны. И вот решили применить микрофоны, и действительно обнаружились такие щелчки на манер пулемётных, только беспорядочной такой пулемётной очереди. Когда она напрягалась, то можно было эти щелчки регистрировать. Визуально, поскольку с микрофона можно было подать на электронно-лучевой осциллограф, на этом осциллографе на экране видели, как эти щелчки идут один за другим импульсом. Это самый первый опыт, который позволил установить контакт с физикой этого любопытного явления телекинетического. Затем выяснилось, что у кулазины из рук вылетают комплексы молекул, и эти комплексы несут на себя заряды. Эти заряды могут быть зарегистрированы с помощью электрометра, расшифрованы. И тут выяснилось, что это полёт физических частиц к корпусу. А правда ли, что эти частицы могут вызывать у людей не очень приятные ощущения? При сильном напряжении кулазины или при длительном действии её частицы, попадая на кожу, вызывают ожог в любой степени, вплоть до срубьев. Прохладные ощущения. Так лёгкое ожжение нарастает, нарастает, быстро нарастает. Быстро, как приличное ожжение. Ну, сильно, сильно ожидаст. И неприятно. Уже неприятно, да? Это же не сразу всё тоже пришло, и я не сразу научилась этому. По несчастью. Связаны были с болезнью. Были такие моменты, что у меня начали произвольно гореть очень ноги. Начинается ожог. Просто вот как ощущение, что горчичник, когда он очень свежий, лог сильно пошёл. Однажды горели так обе ноги, что и не знали, что делать. Терпеть можно? Пока ещё можно, но... Даже огонь не надо. И потом мне муж сказал, что попробуй вот эту энергию, это очищение, передавать на меня. Просто угодно. Терпите. Наука-то требует жертв. И когда я стал тренироваться, передавать это всё на его, на Гретьего, он почувствовал это такое явление тепла, ожога. Просто ощущение, что вот как к раскалённому тюглу я себя прикоснулся. Профессор Бродинский выдержал подольше, решил посмотреть, чем это всё кончится. И потом неделю у него существовался самый струб ожоговый, засохший. Ощущение, ну как после ожога горчичника. Я просто никогда так не был, не ожигался. Но, очевидно, если прислониться к утюгу, наверное, тоже самое. Нечислик высказывает. Профессор Больф. Нельзя сказать, что я верил в возможности наличия таких феноменальных, уникальных свойств. Будь то и Кулагина, будь и другой. Эти химические опыты немножко из того, как Фома неверующий был переобращен в другую веру. Генела Сергеевна имеет способность воздействовать на пластическую массу таким образом, что оставляет на ней след. Фактически дактилоскопический отпечаток. Воздействие на пластмассу заключается в том, что, как мы сейчас увидим, здесь будет помутнение. Меняется структура. Так а вы снимаете? Вас интересует, что можно нанести на руку, чтобы не смыла вода и не смыл спирт. Появились отпечатки. Эта пластмасса не боится спирта, она боится растворителей. Чтобы начать растворять, растворитель должен быть в жидком состоянии. А как удержится в жидком состоянии растворитель, который был снят водой, а потом еще и спиртом? Вот контрольная пластмасса. Я могу сколько угодно работать. И даже касаться ничего не получится. Хорошо, а если растворитель на руках в твердом состоянии, например, порошок? Значит, порошок, коснувшись этой вещи, ничего не может ей сделать. Чтобы вещество провзаимодействовало, необходимо, чтобы оно было растворено. А мы имеем плетое вещество. Это не смываете? Нет, это можно как угодно. Давайте спирт попробуем смыть. И тампончик мне, пожалуйста. Спасибо. Спирт. Осталось навсегда. Знаете, руки? Золотые руки. Какой кислоты нет у меня? Нет, у вас нет магнитов возле талии и еще где-то. Но магниты здесь ни при чем. Мы начинаем опыт с ацетатными нитками. Нитью. Ацетатная нить. Вот она. Нова Сергеевна воздействует. Нить порвется. Вы натяните, Дмитрий Абрамович, наоборот, потому что она провисает. Я специально нить не натягиваю, чтобы не было впечатления, что я помогаю разорвать ее. Нить порвана. Разрыв, который сделала Нинелла Сергеевна, какой природы, я не знаю. Никто не знает. Вот это феномен у Владимира. Профессор Балезек. Нам повезло. Мы имели возможность наблюдать способности Нинелла Сергеевны. И что сразу хотелось бы подчеркнуть. Понимаете, они очень многообразные. Они касаются и таких заболеваний, как воспалительные, сосудистые, опухолевые и так далее. Ну, сразу скажу, что мы не заставляли Нинелла Сергеевна заниматься лечением. Ну уж, что в это то есть, в самых отчаянных случаях мы действительно к ней иногда обращались. Бывают такие случаи, когда уже стоит вопрос об ампутации. Нужно отрезать ногу, поскольку она уже погибла. И тем не менее, каким-то непонятным пока для нас образом Нинелла Сергеевна имеет возможность восстановить проходимость сосудов. И все потом обходится. Профессор, сегодня предстоит сложнейший эксперимент. И может быть, не кто-то, а именно Кулагина будет нуждаться в медицинской помощи. Да, и объективно выявляется тяжелейшее актуальнение. Ну, за 3-5 минут бывает, допустим, что в сердечно-сосудистой системе давление у него повышается так, что наши приборы перестают определять его границы. Учащается пульс почти до состояния патологического такого трепетания предсердия. Но изменяется дыхание, изменяется кровообращение. Ну, и даже такие вот происходят изменения, как резко повышается концентрация сахара. Резко увеличивается концентрация других биологически активных веществ. Вряд ли это бывает даже вот со спортсменами, выполняющими самые тяжелые физические упражнения. Сейчас мы посмотрим опыт, который, возможно, станет последним в практике Кулагиной. Дело в том, что уже через месяц после этой съемки у Нинель Сергеевны случился обширный инфаркт, третий в ее жизни. Сомнительно, что кто-нибудь рискнет снова проводить с ней подобные опыты. В общем, вернемся к эксперименту. Эдуард Степанович, а все-таки как насчет возможного использования магнитов в этом опыте? Когда мы работаем, мы стараемся, так сказать, исключить всякие подозрения. Мы достаточно подстраховываем эксперимент, следим за каждым движением. Разоблачить с магнитом очень просто. В общем-то, магнит выдаст себя многократно. Профессор Дульнев. Есть предположение, что Нинель Сергеевна в процессе своей работы излучает импульсные магнитные поля. Это предположение на свое время было проверено специальными измерениями. Вот в сегодняшнем эксперименте мы хотим эту точку зрения еще раз проверить. Для этого мы пригласили специалиста в области магнетизма, Эдуарда Степановича Вершкова, и я попрошу его прокомментировать тот опыт, который сейчас мы проведем. Так, ну, мы попытаемся измерить тот магнитный эффект, который Нинель Сергеевна создаст своим усилием. Нинель Сергеевна часто бывает довольно далека от того, что она делает. То есть нельзя подозревать, что она какой-то эффект заранее может сымитировать. Она работает по программе, которую ей сообщают в момент эксперимента. Она заранее не может знать обстановку, в которой это будет происходить. Она не видит заранее тех приборов. То есть она работает, ну, вот так, в такой спонтанной ситуации. И при том, несмотря на то, что и возраст, и силы не те, Нинель Сергеевна совершенно безотказна, бескорыстна. Она, ну, я бы сказал, совершает своего рода гражданский подвиг. Вот сейчас видны только фоновые изменения, изменения лабораторного поля. Вот, обратите внимание, вот заметалась стрелка, это об... Вот, вот смотрите, это совершенно... Вот сейчас отклонения достигали... Ух, видите? Никаких... Это вот обычно в режиме воздействия, поскольку прибор регистрирует только эффективные составляющие, ну, вот, наблюдаются такие метания стрелки. То есть это та картина, которую мы наблюдали не раз и раньше. Ее трудно чем-то иначе сымитировать. Так что выразительно, внезапно... Нинель Сергеевна, все, 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 блестяще. Продолжение следует...